ребята привет мы снова в эфире во вконтакте и снова youtube не разрешил нам выходить прямой эфир и закралось подозрение что теперь мы не сможем там проводить эфир и поэтому опять приношу извинения всем кто подписан на нас в ю тубе мы опять вынуждены выложить запись так сегодня всеобщим голосованием вы выбрали тему питание в дороге в отпуске в командировке поэтому сегодня у нас такая лайтовая тема не на подумать а конкретно что как и так далее пока вы все собираетесь давайте я представлюсь значит меня зовут ира малышева темой средине я увлекаюсь уже почти четыре года в какой-то момент ко мне присоединился муж и мы решили организовать семейный бизнес по производству и доставке сыроедческих рационов по москве чтобы значит облегчить тем кто хочет переход с традиционного питания на сыроедческое здоровое значит судя по комментариям последнему эфиру многих интересует мой возраст он указан кстати везде я 1978 года рождения то есть мне уже почти 44 года сегодня сын мне сделал такие классные настройки я очень хорошо выгляжу правда меня расстроили сказали что в записи это все не видно это только я себя вижу красивой и замечательной ну в общем не важно главное что меня настроение хорошее и так поехали питание вне дома можно разделить на два радикально разных случая это можете ли вы пополнять хоть какие-то запасы в ходе вашей отлучки от дома либо категорически ничего вокруг нет но чаще всего это бывает в походах особенно если лучше хочется забориться куда-нибудь подальше от цивилизации соответственно приходится рассчитывать только на свои запасы значит чуть позже мы проработаем конкретной ситуации а сейчас поговорим о том что в принципе всегда может выручить причем не только когда вы уезжаете надолго но когда вам надо перекусить там по дороге на работу или там между совещаниями так далее я говорю о сушке то есть о том что может храниться без холодильника но практически неограниченное количество времени значит для этого подойдет абсолютно любая сушилка даже самая бюджетная самая простая одну из них я делала обзор он есть как на ю тубе так и в видео группе vk по моему она называется рота ротор diva люкс вот она абсолютно пригодна для всего того о чем мы будем с вами сегодня разговаривать значит что что я подразумеваю под сушкой но в первую очередь на он приходят хлебцы хлебцы овощ злаково овощные их миллион разновидностей давайте ну для конкретики да например берете свекла морковь яблоко измельчаете добавляйте либо же мы их подсолнечные семечки либо сами размолотые семечки тщательно все перемешиваете распределяйте по листу дегидратора делайте насечки ножом или ножом для пиццы и в таком виде высушиваете вот такие хлебцы могут храниться очень очень долго без холодильника что еще можно можно посыпать но молеку кунжутом или зеленью это придаст некое разнообразие да и эстетическое эстетически будут выглядеть прикольно какие еще можно хлебцы из моих любимых это морковь лук опять же подсолнечник либо капуста лук подсолнечник вот в капусте я очень люблю добавлять ржаной солод ферментированный он не совсем сориечески на тому совсем немножко и для аромата мне он там очень нравится значит можно использовать льняной жмых или льняное семя перемолотая но если вы сделаете чистое изо льна но я имею ввиду овощи или он то хлебцы будут слишком жесткие поэтому если вам хочется именно такого льняного привкуса лучше добавляйте примерно одну пятую тогда будет и вкусно и зубы не сломаете так значит то по гречке гречка для этих целей подходит не очень хорошо потому что она во первых имеет но она безвкусно вернее даже если вы ее не очень любите она будет давать некий привкус неприятный плюс она очень хрупкая потом ваши хлебцы могут в процессе транспортировки превратиться в кашу ну что что не очень отвечает нашим нашим потребностям в чем плюс хлебцов как я говорила хранятся без холодильника очень сытные и богатые витаминами и микроэлементами особенности вы сделали их из овощей кстати можно туда же добавлять перемолотый порошок трав в различных будет вообще супер микроэлементная бомба теперь ну естественно фруктово-ягодные сухофрукты и пастила как делается пастила думаю все знают давайте немножко вкратце расскажу если кто с этим не сталкивался пастила в основном делается на основе банана так как он имеет но вот в веганских блюдах его даже добавляют как заменитель яйца то есть он некое такое связующее вещество имеет поэтому если вы сделаете допустим яблочную пастилу без бананов она у вас вот так вот разлезется и будет вся на трещинах а банан все это как бы стягивает и не дает трескаться поэтому в любом случае в постели присутствует банан а дальше уже насколько хватает фантазии в зависимости от того какой сезон у нас на дворе ну все сезонная пастила это яблоко банан да это всегда доступно ну и сердечки полетели класс можно по ситуации добавляете ягоды клубника вишня малина смородина их можно добавлять совсем немножко для цвета будет классно вот ароматная классно значит как делаем делаем пюре в блендере и выливаем на лист дегидратора и сушим прям вот вот до полностью сухого состояния дальше скатываем рулон или нарезаем какие-то язычками и тоже спокойно с этим путешествуем хлорница без холодильника достаточно долгое время значит сухофрукты из чего можно делать сухофрукты ну все сезонное это опять яблоки до удаляйте серединку нарезаете ломтиками примерно 45 миллиметров разлата разлаживать и господи раскладывайте на сетки дегидратора тоже высушивайте до до основания далее значит остальное исключительно в сезон к сожалению но как говорится если вы путешествуете летом то вполне вам может это подойти из того что у меня хорошо сушилась и что немаловажно хорошо елась то есть но удобно не не жесткая там это хурма дыня арбуз груша слива возможно что-то еще счастья не вспомню что то я уже начала хребеть едем дальше значит тут хочу сказать почему я не рекомендую покупать сухофрукты на рынке я думаю же многие с этим знакомы на всякий случай повторюсь на рынке во первых очень часто сухофрукты вымачиваются в сахарном сиропе в частности всеми любимая курага которая такая красивая оранжевенькая такая толстенькая вот она полностью пропитана сахаром то есть ничего но пользы она вам уже не принесет во вторых никому не известно при каких температурах сушились этих сухофрукты так как с точки зрения рентабельности сушить выгоднее при более высоких температурах когда сушишь при 40 45 градусах это очень энергозатратный процесс вы тратите много времени много энергии это не рентабельно ну промышленных масштабах и самое противное то что они обрабатывают по моему это называется но какой-то состав на основе серы вот ну что тоже не добавляет им полезности можно конечно вымачивать или частично все это уйдет но остается вопрос по температуре то есть скорее всего все все имеющиеся на рынке сухофрукты сухофрукты не сыроедческие поэтому слушаем сами дальше что можно придумать можно придумать печенье это тоже но вот ну как бы говорится для души чтобы у вас было что-то какой-то такой по погрызть когда хочется быстро энергию добавить но мед разумеется тоже можно брать с собой он хранится без холодильника очень быстро ну поставляет вам энергию особенно это актуально если вы в командировке и много думаете по работе вернемся к печеньям например попробуйте сделать такие морковь плюс грецкий орех плюс сироп топинамбур или мед все это перемешиваете делите на печенье такие лепешечки я делала и высушивайте в дегидраторе полностью до ну до хруста они тоже будут классно хранится и очень приятная на вкус еще вариант вариант пророски гречки клубника банан немножко сиропа топинамбура можно какао если вы его едите тоже будут классные печенье без какао тоже будет все хорошо так их тоже надо делать сразу порционными по что потом они будут крошиться и будут некрасивыми кусками и разрезать вы уже их не сможете я для этого использую формочки для печенья и внутрь их наливаю ложкой вот это тесто снимаю ну вот понимаете да вот у вас лист дегидратора вот у вас некая формочка вы поставили туда внутрь налили формочку сняли поставили рядом опять налили и так далее так получается порционной печеньки из этого теста дальше сюда же можно на что ж такое прошу прощения также сюда можно отнести казинаки делаются вообще проще простого берете подсолнечные семечки смешиваете их с медом сиропом топинамбура даете немножко настояться чтобы семечки все впитали потом эту массу выкладываете дегидратор сушите причем достаточно долго может даже двое суток а потом острым ножом все это разрежает разрезаете на кубики тоже классный перекус у вас готов десна что казинаками я бы не злоупотребляла остановиться сложно конечно но они немножко забивают желудок дальше можно сделать батончики сухофруктов и орехов например финики ореха орехи кокосовая стружка все пропускаем через метод мясорубку замешиваем тесто и делим на какие-то шарики в любой форму в общем вы можете сделать батончики и их наверное лучше перевозить в какой-то коробочке чтобы они не помялись можно добавить какао можно использовать любые сухофрукты но не магазины значит финики 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 с ними конечно засада потому что их не сделаешь самостоятельно но в принципе если брать самые сухие самые матовые то в них минимально всякой чепухи значит доказательством этого то что они чаще всего поражены всякими жучками и паучками потому что вот в таких глянцевых вы никогда вредителей не найдете вот поэтому лучше брать вот эти сухие они кстати самые менее сладкие их перед тем как делать батончики лучше немножко замочить воде так ну собственно сами орехи вы можете брать с собой то совершенно классный перекус калорийные сытные вот и белки опять же так про мед я сказала каши можно брать с собой каши значит как можно как можно сделать сухую льняную кашу быстрого приготовления компоненты перемолотый лен или жмых льна что вам больше нравится что у вас есть доступе дальше можно использовать сушеные томаты сушеный чеснок сушеную зелень сушеные грибы все это сушим естественно сами и вот для того чтобы каша быстрее заваривалась лучше все это тоже перемолоть либо в блендере либо в кофемолке и вот такой состав возите с собой когда надо перекусить покушать примерно две столовые ложки на 200 миллилитров хорошо теплой воды заливаете крышечкой накрываете когда шарак и ждете но минут десять хотя бы она там все разбухает все классно получается если едите солью то солите вообще будет бомба дальше а дальше все зависит от конкретной ситуации давайте попробуем разобрать несколько типовых а вы мне в комментариях напишите какую ситуацию нужно еще разобрать что я забыла давайте рассмотрим самый крайний случай когда абсолютно нет никаких источников докупки каких-либо ингредиентов и у вас ограничен багаж мне такую ситуацию в жизни представить сложно потому что либо ты едешь на машине в какое-то глухое место у тебя нет источников выполнения запасов но есть большой багажник либо ты летишь командировку тебе минимальный багаж но зато когда ты прилетаешь у тебя есть вокруг магазины но давайте вот рассмотрим что ну вот вообще все вот и ты вот ограничен ограничен тогда у вас остается только сушка и пить побольше воды чтобы восполнять вот это вот ну водный баланс как бы это не самое классное питание для здоровья вот и но но если ваша психика позволяет вам в течение вот этого периода пока вы находитесь в этих условиях питаться умеренно то есть не переедать не не жрать тоннами казинаки и хлебцы то вполне себе будет хорошо значит если нет никаких источников пополнения продуктов но есть место для багажа но отсутствует холодильник в том месте где вы будете находиться длительное время то можно взять сушку и овощи фрукты которые могут лежать без холодильника ну примерно там около пяти дней значит по нашему личному опыту такими овощами фруктами являются помидоры огурцы перец лук чеснок капуста белокочанная пекинская редис морковь свекла яблоки апельсины бананы берите их разной спелости это поможет вам по подольше их авокадо то же самое можно брать разной спелости они будут у вас доходить значит киеве тоже хорошо лежит на самом деле если вы не на солнце пеки и не в супер жарком климате то все эти овощи фрукты могут пролежать намного больше поэтому в принципе запас можно сформировать приличные но как мы этим пользуемся комбинируем салаты с сушкой заедаем фруктами пьем водичку и все у нас хорошо значит если есть место для багажа это туда куда вы приедете есть и холодильник и морозилка то можно разнообразить свой рацион заморозкой то есть замороженные овощи и ягоды ну овощи в принципе ну какие можно но фасоль горошек кукуруза фасоль зеленая брокколи они классно дополняют салаты ну чтоб разнообразить до ягоды классно есть в принципе просто размороженными можно делать варенье с медом перемешиваем можно ну некий подобие морсов делать но общем тоже классная штука так дальше как их перевести до заморозку можно перевести в самодельном холодильнике для этого берете листы полипропилена где-то троечку лучше брать на три сантиметра делаете короб внутри вы стилаете его фольгой кладете морозильные элементы для авто холодильника и вот эта вся конструкция прекрасно едет ну вот допустим когда мы везли из ростова в москву это было где-то 12-14 часов все прекрасно доезжало дальше но если можно следующая ситуация если можно докупать овощи и фрукты и думаю все всем все понятно да комбинируем сушку и пока подкупаем все что надо из свежего в принципе если такая ситуация есть то если вы уже отошли от плотных блюд то вообще ничего не надо готовить вам повезло больше всего в принципе в принципе у меня по теме нашего эфира ну больше сказать нечего я готова отвечать на ваши вопросы поэтому жду несколько секунд 15 если вопросов не будет то будем на этом прощаться вопросы всегда можно будет задать в комментариях под этим видео запись мы обязательно сохраним выложим на youtube поэтому в можете перед сможете потом пересмотреть и переосмыслить так хорошо вопросов судя по всему нет тема просто и понятно тогда до новых встреч увидимся в следующий четверг всем пока